Слава нашему Господу, дорогая Церковь! Я прочитаю это место и Писание, которое брат Алексеев сегодня зачитывал. Окунемся в те события, которые были во времена Иисуса, и чему эти события учат нас. Это Евангелие от Матфея, 21 глава. И когда приблизился к Иерусалиму и пришли в Ифагию, в горе Илеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу, привязанную и молодого осла с нею, отвязавшую, приведите ко мне. Если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Все же это было, да сбудется, сказано через пророка, который говорит, «Скажите, дочери Сеоновой, вот царь твой грядет тебе, кроткий, сидя на молодослице и молодом осле, сыне подъеремной». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел повер их. Множество же народа постелали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с деревьев и постелали по дороге. «Народ же предшествовавший и запровождавший воскресал Ассанна, сыну Давидову, благосовен грядущий во имя Господня, Ассанна Вышний. И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил, кто это? Народ же говорил, это Иисус, пророк из Назарета Галилейского». Но вот такая история, братья и сестры, мы видим, действительно, это было торжество, да? Это был праздник. Если бы мы были там, кого бы мы увидели там? Мы, наверное, увидели бы Захея, да, который получил свободу. Мы увидели бы, наверное, 10 прокаженных, которые также получили, бывших прокаженных, которые получили исцеление. Да, мы увидели тех, которых Господь кормил, поил, которым делал благо, которые слушали Его Слово в Нагорной проповеди, да, и у моря. И кому Он делал благо, конечно, я думаю, они были. Они были там для того, чтобы воздать честь, да, воздать честь и какую-то благодарность. Они резали ветви, да, стелили свои одежды. Мы знаем, что одежда была очень дорогая. Они даже, как бы, ну, жертвовали этом, да, стелили под ноги животным, да, на котором ехал Господь и Иисус, Иисус. И, конечно, если мы пройдем вперед на несколько дней, на несколько дней, это 26 глава Матфея, я прочитаю, 45 стих. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им, вы все еще спите и почиваете, вот приблизился час, и сын человеческий продается в руки грешников. Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня. И когда еще говорил, он, вот, Иуда, один из двенадцати пришел, и с ним множество народа, с мечами и колями от пересвященников и старейшин народных. Видим, да, вроде бы праздник, да, торжество, и, как бы, уже не осталось, через несколько дней ничего не осталось от праздника, от этого торжества. То есть мы видим вначале множество народа, они следовали за Иисусом, они восклицали, они радовались, да, они прославляли, кричали «Ассанна!» и здесь мы видим, прошло несколько дней, и также множество народа, множество народа пришли с мечами и копьями от пересвященников и старейшин народных, чтобы взять Иисуса. Что же произошло вот в эти дни, считанные дни, что же произошло в сердце людей, людей, что вот так оно все пошло по-другому? Конечно, они ожидали, они ожидали, что все будет по-другому. И они знали и свои истории, и своего народа, когда приходил пророк, когда Бог посылал пророка, освободителя, то приходила свобода, приходило благоденствие в народе израильском, было освобождение, и они также ожидали, ожидали, что придет какое-то благоденствие и придет освобождение, не разумея пришествия Господа, не разумея. И поменялось что-то, поменялось в их сердце, поменялось в их сердце, что они пришли с мечами и колями от пересвященников и старейших народных. Вот такие события. То есть получилось, то, что они ожидали, оно не пришло, да? Оно не пришло к ним, как они понимали, как они понимали. И, вы знаете, мы видим, когда Иисус, Иисус, он вошел, да, в Иерусалим, он пришел в храм, он пришел в храм, да? Он выгоняет оттуда торговцев. Далее он говорит им притчи о злых виноградниках, о виноградарях, о злых виноградарях. Он говорит им притчи о талантах, о десяти девах, показывал их на несовершенство, показывал их на греховную природу. И, конечно, это не было по сердцу, не было по сердцу многим людям, которые это слышали. Вы знаете, чему уточат вот эти истории, которые мы сейчас прочитали, да, прочитали? Бывают даже в нашей жизни. Мы строим какие-то планы, мы думаем, вот так будет, оно вот так будет. Какие-то ставим цели своей жизни. Приходит время, осмотрим, это, оно не исполняется, оно разрушается. И в Библии есть такие примеры, я хотел привести их. Помним историю, да, когда лазер заболел. Лазер заболел, и Мария с Марфой они посылают к Иисусу, это было расстояние, где-то 30 километров, что тот, которого ты любишь, он болен. И у них понимание было, представление такое, что, конечно, Иисус сразу придет, и он исцелит нашего брата, он же любит его, он же был у нас в гостях, и он часто останавливался у нас, он любил у нас останавливаться, а его нет. Один день он не пришел, во второй день не пришел, а лазер становится все хуже и хуже, вы знаете, и в третий не пришел, и потом лазер умирает, и он приходит. И, конечно, у них вот это была внутренняя домовая борьба, борьба и непонимание. Вы знаете, когда приходят вот эти такие события, когда Бог, Он делает по-своему, бывает непонимание какое-то у нас, вот эта ширма, вот эта ширма перед нами, но если мы идем за Господом, то это потихонечку, она открывается нам, и приходит понимание, почему Бог так или так сделал в нашей жизни. И вот здесь, я думаю, когда Иисус, Он пришел уже, да, ко гробу и повелел, чтобы отвалили этот камень, и лазер вышел, пришел понимание, все, что делает Господь, Он делает правильно и во благо нам. давайте еще посмотрим одну историю Иона, да, Иона, помним, про Иону, который сел в тенечке под деревом и смотреть на Неневию, ожидая, что Бог сейчас Он будет наказывать этот город, но пошел не по его сценарию, да, череп подточил дерево, и Господь спрашивает его, ты огорчился? Он говорит, сильно огорчился, до такой степени, что даже просил смерти себе. Он говорит, мне не пожалеть, а ты пожалел, народ, а ты пожалел это дерево, это растение. Знаете, так Бог бывает в нашей жизни, Он приходит в нашу жизнь и что-то совершает в нашей жизни и разрушает наши какие-то понимания, наше какое-то хождение, наши какие-то планы нашей жизни и восстанавливает свое, восстанавливает свое. Я хотел бы еще одно место прочитать из Библии, помним, это историю про Каина, да, Каина и Авеля. Это четвертая голова, четвертая голова, прочитаю, из пятого стиха. А на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился и паникло лице его. И сказал Господь Каину, почему ты огорчился и отчего паникло лице твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он лечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Вот такая история, да? Он тоже приготовил жертвенник, он приготовил все необходимое, да, свое понимание, свое понимание. Он на сто процентов уверен, что Бог примет его жертву, Бог примет вот это поклонение, но пошел не по его сценарию, да? Пошел. Господь не принял его жертву. И написано, он сильно что делал? Огорчился. Он сильно огорчился, вы знаете, и это огорчение, оно привело к ненависти, а потом привело его к убийству своего брата. Он сильно огорчился. Братья и сестры, бывает в нашей жизни, когда что-то не исполняется, да, не исполняется, так как мы планируем, как мы что-то созидаем, строим, ну, приходит огорчение, да? Приходит огорчение, и как с этим быть? Знаете, я вспомнил еще в 90-х годах, и вот здесь братья сидели, два брата были, вы знаете, они были на служении и в среду, и в пятницу, за полчаса до собрания, и Бог таких касался, они так переживали Господа, да, и чувствовали эту благодать, присутствие Господа. Вы знаете, ну, прошло какое-то время, прошло какое-то время, и, конечно, Бог работал с ихными сердцами, Он работал с ихными душами, и, вы знаете, пришел вот этот конфликт, то есть они не получили дальше то, что ожидали от Господа. Они не получили, и они огорчились, сильно огорчились, и, ну, просто ушли, и сейчас живут в мире. Вот чему приводит эта горечь, да, огорчение, огорчение. Конечно, мы можем и огорчиться, когда не видим исполнения своих желаний, мы можем огорчиться и ходить в церковь, и ходить в церковь, да, посещать церкви, но носить эту горечь, носить эту горечь, и это, конечно, не будет успехом и не будет для нас благословением, оно не будет благословением для нас. Что же делать? Что же делать, если я все-таки огорчился, да, и не получил то, что хотел получить от Господа? Да будет Твоя воля, Господи, не как я хочу, а как Ты хочешь. И как апостол Павел говорил, забывая заднее, простираюсь вперед. Еще одно место я прочитаю из Писания, это вторая книга царств. Помним историю, когда Давид, он хотел перенести ковчег завета, который был у Филистимлян. Это глава шестая. И собрал снова Давид всех отборных людей из Израиля тридцать тысяч, и встал, и пошел Давид, и весь народ, бывший с ним, и звал Иодина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Савалофа, сидящего на Хурувимах. И поставили ковчег Божий на новую колесницу, вывезли его из дома Аминадава, что на холме, сыновья же Аминадава, сыновья же Аминадава, да, Оза и Ахилла вели новую колесницу, и повезли ее с ковчегом Божиим из дома Аминадава, что на холме и Ахилла шел пред ковчегом. А Давид и все сыны Израилевы играли пред Господом на всяком музыкальном орудии из Капарисового дерева и на цитрах, и на псалтерях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах. Ну, дальше мы помним эту историю, да, Оза прикоснулся, и вы знаете, и вот такое событие было в народе израильском, да, они сто процентов были уверены, да, ковчег, да, ковчег надо доставить, приготовили, 30 тысяч людей пошло, множество музыкантов, различный музыкальный инструмент, тоже был праздник, да, это было торжество, это было торжество, но пошел, потом пошел по другому сценарию, да, по другому сценарию мы видим, и что здесь делал Давид, да, Давид написал, он не огорчился и устрашился Давид в тот день Господа и сказал, «Как войти ко мне к ковчегу Господню?» Вы знаете, не огорчился, но устрашился, и вы знаете, эти события, они учат нас, учат нас доверять Господу и уповать на Господа при любом решении с Его стороны, и вы знаете, и действительно, они не уразумели, если вернемся снова к истории въезда Иисуса в Иерусалима, они ожидали спасения по плоти, а это спасение, оно пришло на кресте. Иисус сказал, совершилось, когда была пролита его кровь. И в Тита, 2 глава, 11 стих, мы читаем, Евангелие Тита, послание, «Ибо явилась благодать Божия спасительная для всех людей». когда явилась, когда пролилась его кровь, когда он сказал, «Совершилось». Слава Господу! Совершилось! И сегодня мы плоды этого спасения, мы плоды этой благодати, благодати. и я хотел бы помолиться, братья и сестры, чтобы мы разумели, когда Господь, Он посещает нас. Он посещает нас не так, как мы хотим, а как Он хочет. А если Он посещает, Он как хочет, то это все равно будет. Как бы трудно не было, как бы тяжело не было, но это будет во благо нам. Аминь. Спасибо.